Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Диана Бурцева, председатель оргкомитета фестиваля «Репутация». Диана, здравствуйте! Добрый день! Ну и вот поведайте, наконец-то, что за фестиваль такой «Репутация». В нашем городе впервые будет проводиться первый межрегиональный фестиваль уличных современных направлений. При поддержке он проходит наших и партнеров, и представителей администрации, и правительства Рязанской области. Также нас поддерживает Рязанский государственный театр «Драма», где будет проводиться данное мероприятие, Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, Антинаркотическая комиссия Рязанской области, Управление культуры и администрации и Рязанский государственный университет Иргу имени Есенина. Ну, во-первых, наверное, откуда взялась вообще такая идея проведения фестиваля? Насколько я понимаю, проходит впервые, да? Раньше такого не было подобного. Данный формат фестиваля, да, будет проходить впервые, потому что мы хотим на данном фестивале сосредоточить все направления именно уличных танцев. Допустим, в фестивале формата «Черный код», «Дэнсвэй в дыхании города» имеют немножко другую направленность. Поэтому наша цель и задача – привлечь именно танцоров, которые занимаются таким андеграундным искусством, да, то есть занимаются уличным направлением. Это брейк, это леди стайлз, это хип-хоп и тому подобное. Сколько участников ожидается? Какой возраст участников? Порядка 20 команд, может быть, более. Как бы сейчас еще продолжается регистрация на наш фестиваль. Мы с большим удовольствием примем все желающие коллективы, но в рамках возможности, так сказать, приема гостей и участников для проведения данного фестиваля в Театре драмы, потому что она ограничена определенным количеством. Но где-то порядка 400 участников на нашем фестивале уже. И возраст? Номинация шоу «Кидс», она предполагает детишек, которые будут принимать участие в возрасте от 5 до 13 лет, и возрастная категория от 13. И, собственно говоря, какой-то планки ограничивающих участников нет возрастной, на мой взгляд. А вот как отбирались участники, которые вот уже принимают участие, да, простите за кламбур, и вот что нужно сделать тем, кто, может быть, хочет поучаствовать, но пока не знает, как. Да, мы ждем с удовольствием всех. Как бы у нас сейчас есть ролик на телевидении, который крутится, да, у нас есть реклама на радио «Энерджи», у нас есть группа «Вконтакте», в которую все желающие могут вступить. У нас есть администраторы, которые занимаются приглашением коллективов с различных городов. К нам уже едут ребята из Москвы, из Калуги, из Твери, из Тула, из Пензы. То есть, собственно говоря, социальные сети таким образом помогают приглашать и проявляют заинтересованность коллектива, которых мы как бы впервые видим и слышим о них. Мы с удовольствием примем их на фестивале, посмотрим, насколько они хороши. А вот в фестивале «Репутация» звучит громко, да? Вот, то есть это должно быть масштабное событие, насколько я понимаю. Вот какие-то изюминки, какие-то фишки этого мероприятия? Да, наш фестиваль, как бы, его такая отличительная особенность, возможно, от всех предыдущих фестивалей, которые проходят не первый год в городе Рязани. Наверное, такой изюминкой будет участие мастер-класса, который будет давать эксклюзивный мастер-класс, очень известный в Европе хореограф Дюк Антран, который к нам приезжает как специальный гость. То есть он будет судить и сам фестиваль, то есть номинацию, и давать мастер-класс, как я уже сказала. Также приедут судьи и гости из Москвы, то есть это судейская коллегия из Москвы, также был представитель судей из города Рязани. Ну, как бы Дюк Антран, он, как бы, такой очень известный хореограф, постановщик вот таких хореографических шоу-проектов в Европе. Его знают, может быть, там больше, чем здесь, но мы будем стараться знакомить и рязанскую публику с таким, в общем, очень таким сюрпризом. В рамках проведения мероприятия, конечно, у нас есть определенные подготовленные вот такие вот сюрпризы для гостей, то есть такие очень интересные моменты, которые будут представлены в рамках самого фестиваля в месте проведения, то есть театра драмы. А за час до начала мероприятия, сам фестиваль у нас начнется в 16 часов, а где-то с 15 до 16 часов мы пригласили представителей экстремальных видов спорта. Это будут паркурщики, это капуэрщики, это особый вид такой танца и борьбы. Также у нас будут роллеры, мы приглашаем байкеров города Рязани, представителей из клуба ретро-автомобилей города Рязани, с неким шествием мы, наверное, проедем по городу Рязани, то есть нас будет видно, нас будет слышно. И вот за час до мероприятия некие свои такие поэкстремальные будут продемонстрированы на площадке перед драмтеатром. То есть будет красиво и зрелищно. Да, будет зрелищно, будет красиво и будет запоминающийся. А вот помимо того, что будете радовать тех, кто это все увидит, да, какие цели и задачи у фестиваля есть? Цель и задачи у нас как бы основная это популяризация здорового образа жизни, поддержка молодежных позитивных инициатив в плане проявления хореографического искусства, то есть выявление и почтение талантов среди хореографической среды. Ну и, соответственно, возможно, как бы взаимодействие и привлечение для дальнейшего сотрудничества, такого взаимодействия, ребят и команд из регионов России. То есть мы хотим, чтобы мы подружились, не только рязанские коллективы принимали участие на данном фестивале, но и, так сказать, наши друзья из регионов России также приезжали на этот фестиваль ежегодно, поскольку он у нас планируется как ежегодное мероприятие. А вот как, кстати, считаете, вообще как обстоят вот у нас в мире, может быть, в целом, в нашем городе, в частности, вот дела со здоровым образом жизни? Вот мне почему-то кажется, что больше и больше людей, да, как-то тянутся к спорту, именно к тому, чтобы быть здоровыми, красивыми. Знаете, Наталья, скорее всего, это такая очень правильная подхваченная идея именно поддержки вот здорового образа жизни. Это мода на здоровый образ жизни, которая сейчас, вот тенденция, которая просматривается, да, это очень хорошо, что лучше пусть дети рисуют, танцуют, да, там, творят в хорошем смысле слова, чтобы они были отличны от улицы, не бездельничали, не болтались. То есть пусть они танцуют, пусть они развиваются вот в этом плане. Допустим, мы это мероприятие, мы проводим для того, чтобы такие таланты себя проявили, и те, которые не знали, где, допустим, они себя могли бы показать и проявить, приняли участие в этом фестивале и продемонстрировали свое искусство. А кто, кстати, будет оценивать искусство и как? Это суди, как я сказала, приглашенные из Москвы. Это наш европейский хореограф Дюк Антран, который будет давать мастер-класс, он будет также судить, и пару представителей для судейской коллегии, которые приедут из Рязани, то есть наши ребята, рязанские ребята. И вот какие перспективы у участников, у победителей, но помимо того, что, естественно, они всем подадут хороший пример здорового образа жизни? Перспективы отличиться, побороться за первые призовые места, второе, третье. У нас для всех абсолютно предусмотрены очень интересные подарки. У нас достаточное количество партнеров, которые с большим удовольствием и радостью принимают участие в нашем мероприятии. Ну, я думаю, для каждого участника побороться и доказать, что он лучше, я думаю, это самая лучшая мотивация. Диана, вот скажите, пожалуйста, вы как председатель оргкомитета фестиваля репутации, как сами относитесь к спортивному образу жизни, да, к танцам? Исключительно положительно, потому что я сама девушка из спорта с ранних лет, с пятилетнего возраста, занималась художественной гимнастикой в Шиполемпийского резерва, локомотив. Ну, к сожалению, по состоянию здоровья была вынуждена покинуть большой спорт, но прозанималась восемь лет, поэтому как бы для меня это все очень близко, мне это все очень родное. Я только за, чтобы дети танцевали, дети двигались, дети развивались именно в физическом смысле слова, да, там сейчас вот тоже популярны всякие фитнес-направления, то есть открываются новые залы, новые фитнес-клубы. Я бы с удовольствием, если бы такую номинацию бы придумали для членов оргкомитета председателя, мы бы тоже, может быть, каким-то номером выставили. Несмотря на то, что у нас основная категория, конечно, чуть постарше, чем участники. А, ну, я думаю, нет ничего невозможного, да? Возможно, да. Так как фестиваль будет проводиться еще много-много раз, в общем, как бы может и такое случиться. Может быть, не в первый год, но второй-третий мы что-то, может быть, от себя покажем. И напомнить, пожалуйста, еще нашим телезрителям, где и когда будет проходить фестиваль «Репутация». Фестиваль «Репутация» будет проходить 11 апреля в 16 часов дня в Рязанском театре драмы. Ну, мы приглашаем зрителей пораньше, где-то к 15 часам к театру драмы, потому что, как мы ранее уже с вами озвучили, у нас будет проводиться очень интересное зрелищное шоу за час до начала мероприятия. Ну что ж, удачи вам. Спасибо вам большое. Здравствуйте в спорт и здоровый образ жизни. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня была Диана Бурцева, председатель оргкомитета фестиваля «Репутация». Это программа «Семь минут». Увидимся. Диана Бурцева, председатель оргкомитета фестиваля «Репутация».